здравствуйте дорогие студенты следующая лекция на тему переменный ток электрические лампы наших квартирах и на улице холодильник или же пылесос телевизор все они работают используя энергию электромагнитных колебаний на применении электромагнитных колебаний основана работа электромоторов приводящих в действие станка на заводах и фабриках движущих электровозы во всех этих примерах речь идет об использовании переменного электрического тока переменный электрический ток в энергетических электрических цепях является результатом возбуждения в них вынужденных электромагнитных колебаний переменный ток в отличие от тока постоянного непрерывно изменяется как по величине так и по направлению и причем изменения эти происходят периодически то есть точно повторяются через равные промежуток времени чтобы вызвать цепи такой ток используется источник переменного тока создающие переменную электродвизующую силу периодически изменяющуюся по величине и направлению такие источники называются генераторами переменного тока на рисунке 1 на рисунке 1 вот рисунок у нас 1 это схема простейшего генератора переменного тока прямоугольная рамка вот как мы видим прямоугольная рамка изготовленная из медной проволоки укреплена на оси при помощи ременной передачи вращается поле магнита вот тут мы видим магнита южный полюс северный полюс концы рамки припаяны к медным контактным кольцам которые вращаясь вместе с рамкой скользят по контактным пластинам то есть так называемым четко видимся о том что такое устройство действительно является источником переменной электродвизующей силы как вы заметили у нас есть здесь стоит измерительный прибор предположим что магнит создает между своими полюсами равномерное магнитное поле то есть такое в которым плотность магнитных силовых линий в любой части поля одинаковая расчаясь рамка пересекает силовые линии магнитного поля и в каждой из ее сторон а и б индуктуруется или передвижившие силы стороны же в г г рамкой нерабочие вот этой стороны влаги так как при вращении рамка не не пересекают силовыми силовых линий магнитного поля и следует не участвует создание передающей силы любой момент времени и передвижившие силы возникающие стороны а противоположено по направлению передвижившие силы возникающие в стороны б но в рамке обе передвижившие силы действует согласно и сумме составляют общую передвижившие силы то есть индуктируемые си рамкой в этом не трудно убедиться если использовать для определения направления передвижившие силы известно нам правило правой руки мы со школы помним да правило правую для этого надо ладон ладонь правой руки расположить так чтобы она была обращена в сторону северного поля магнита а большой отогнутый палец совпадал с направлением движения той стороны рамки в которой мы хотим определить направление электродвижившие силы тогда направление электродвижившие силы в ней укажут вытянутые пальцы руки для какого положения рамки мы не определяли направление электродвижившие силы в сторонах А и В, они всегда складываются и образуют общую электродвижную силу в рамке. При этом с каждым оборотом рамки направление общей электродвижной силы изменяется в ней на обратное, так как каждая из рабочих сторон рамки за один оборот проходит под разными полюсами магнитов. Величина электродвижной силы индуктивной в рамке также изменяется, так как изменяется скорость, с которой стороны рамки пересекают силовые линии магнитного поля. Действительно, в то время, когда рамка подходит к своему вертикальному положению и проходит его, скорость пересечения силовых линий в сторону рамки бывает наибольшей, и в рамке индуктируется наибольшая электродвижная сила. В те моменты времени, когда рамка проходит свое горизонтальное положение, ее стороны как бы скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их, и электродвижная сила не индуктируется. Таким образом, при равномерном вращении рамки в ней будет индуктироваться электродвижная сила, периодически изменяющаяся как по величине, так и по направлению. Электродвижная сила, возникающая в рамке, можно измерить прибором, этим прибором, и использовать для создания тока во внешней цепи. Используя явление электродвижной индукции, можно получить переменную электродвижную сила и, следовательно, переменный ток. Пусть плоский виток имеет площадь S, то есть, вот эта площадь пусть будет S. И вектор индукции составляет перпендикуляром к плоскости виткового угла φ. Магнитный поток тогда через площадь витка в этом случае определяется вот следующим выражением. Большой φ равно, вот это у нас вектор индукции, умножен на лошадь рамки, умножен на косинус φ. То есть, угол φ, как мы выше сказали, это у нас вектор индукции составляет перпендикулярно нормальный к плоскому витку угла φ. А у нас φ равно 2π νt. Тогда мы первую формулу переделаем вот таким вот образом. То есть, φ равно bs косинус… На месте мы поставили вот это значение. Получается у нас b умноженное на s, умноженное на косинус омега t. Вот это у нас… То есть, у нас при вращении витка с частотой new угол φ изменяется по закону φ равно 2π νt. Изменение магнитного потока, как мы видим со второго выражения, создают электродвиживую силу индукции витке, е витке, согласно закону электромагнитной индукции, равное производное потока магнитной индукции взятой со знаком минус. Вот. Е равно минус. Видите, 3. Вот это выражение. Следовательно, изменения электродвиживающей силы индукции со временем будут происходить по гармоническому закону. То есть, е равно bs косинус… А, то есть, синус омега t в гармоническом закону, да? Вот четвертое выражение. Если с помощью контактных колес и скользящих по ним щеток соединить концы витка с электрической цепью, то под действием этой электродвиживской силы индукции электрической цепи возникнут вынужденные гармонические колебания силы тока, переменный ток. То есть, вот так и мы получим переменный ток, да? А переменный ток для промышленных целей и для освещения вырабатывается мощными генераторами, так называемыми генераторами, да? Проводимыми вращением паровыми или водянимыми трубинами и двигателями внутреннего сгорания. В машинах-генераторах переменного тока, вот, простых генераторов, да? Магнитное поле обычно создается электромагнитом, питаемым постоянным током, а допустимая сила тока ограничивается нагреванием скользящих контактов щеток. Поэтому в генераторах переменного тока большой мощностью электромагнит является ротор, вот у нас ротор, то есть вращающей частью машины. При вращении ротора возникает переменная электродивирусная сила индукция в обмотках, расположенных в неподвиженной части генератора, то есть в статоре. Вот, в статоре. Для увеличения электродивирующей силы индукции используется обмотка статора с большим числом витков. Для увеличения магнитного потока эту обмотку наматывают на стальной сердечник и зазор между сердечниками статора и ротора делают как можно меньше. Если внутреннее сопротивление источника тока, то есть сопротивление проводов в обмотке статора значительно меньше сопротивления внешней электрической цепи, то направление на выходы генератор может сравнить по абсолютному значению электродивирующей силы индукции в последовательных врученных витках обмотка. То есть более 90% используемой человекной энергией получается за счет изжигания угла нефти и газа. Наиболее удобной для распределения между потребителями является электрическая энергия переменного тока. Для преобразования энергии химического горючего в электроэнергию используются тепловые электростанции. На тепловой электростанции освождаемая при сжигании топлива энергия расходуется на нагревание воды при вращении ее в пар и нагревание пара. Струя пара высокого давления направляется на лопаткой ротора, то есть на паровой турбине и заставляет его вращаться. Вращающий ротор турбины приводит во вращение ротор-генератора электрического тока. Генератор переменного тока осуществляет при вращении механической энергии к энергию электрического тока. При использовании переменного тока преобразование энергии не заканчивается при вращении механической энергии вращающихся ротор-генератора в энергию электромагнитных колебаний переменного тока. Переменный ток от генератора по проводам поступает к различным потребителям электрической энергии. Термин потребитель электроэнергии не означает, что существуют приборы или устройства, в которых энергия исчезает. Закон сохранения и превращения энергии строго выполняется в любых физических процессах, происходящих в природе и технике. В любом потребителе энергия переменного тока не исчезает, а лишь превращается из одной формы до другой в равной количественной мере. С помощью электродвигателя переменного тока происходит преобразование энергии электромагнитных колебаний в механическую энергию, а в лампах накаливания, в спиралах электрических плит, электрических печей, электрическая энергия переменного тока преобразуется по внутреннюю энергию нагреваемых тел. Графический метод дает возможность наглядно представить процесс изменения той или иной переменной величины в зависимости от времени. Построение графиков переменных величин, меняющихся с течением времени, начинается с построения двухозаимно перпендикулярных линий, называемых осями графика. Затем на горизонтальной оси определенную масштабе откладывают отрезки времени, она вертикальна, также в некотором масштабе значение той величины, график которой собирается построить. То есть электродвигатель, силу, напряжение или ток. Под нарисуем Г2, у нас графическое изображение постоянного и переменного тока, изображены постоянный и переменный ток. В данном случае мы откладываем значение тока, причем вверх по вертикали от точки пересечения оси О откладывается значением только одного направления, которое принято назвать положительным. А вниз от точки предположенного направления, которое принято назвать отрицательным. Сама точка О служит одновременно началом отчета значения тока по вертикали вниз и вверх, и времени по горизонтали вправо. Иначе говоря, этой точке соответствует нулевое значение тока и тот начальный момент времени, от которого мы намереваемся проследить, как в дальнейшем будет изменяться ток. Убедимся в правильности построенного рисунка 2, графика постоянного тока величиной 50 мА. Так как этот ток постоянный, то есть не меняющийся течение времени на своей величине и направлении, то в различные моменты времени будут соответствовать одни и те же значения тока, то есть 50 мА. Следовательно, в момент времени равный нулю, то есть начальный момент нашего наблюдения за током, он будет равен 50 мА. Отложив по вертикальной оси вверх отрезок, равный значению, мы получим первую точку нашего графика. То же самое мы обязаны сделать и для следующего момента времени, соответствующегося к точке 1 и на оси времени, то есть точка 1. Отложить от этой точки вертикально вверх отрезок, также равный 50 мА. Конец отрезка определит нам вторую точку графика. Проделав подобное построение для нескольких последующих моментов времени, мы получим ряд точек, соединение которых даст прямую линию. Являющийся графическим режимом постоянного тока в величине 50 мА, то есть получим нам проделав вот этот, да, построение нескольких последующих моментов времени, мы получим ряд точек, которые вот. Изображение постоянного тока в величине 50 мА. Получение нам волнообразной кривая называется синусоидой. Вот такая вот волнообразная отток электродививающейся силы или напряжение, изменяющееся по такому закону, называется синусоидальными. Сама кривая названа синусоидой, потому что она является графическим изображением переменной перегонометической величины, называемой синусоидальными. Синусоидальный характер изменения тока – самая распространенная электротехника, поэтому, говоря о переменном токе, в большинстве случаев имеют в виду синусоидальный ток. Для сравнения различных переменных токов существуют величины, характеризующиеся тот или иной ток. Они называются параметрами переменного тока. Период, амплитуда и частота – как раз параметры переменного тока. Переименный ток характеризуется двумя параметрами – периодом и амплитудой. Переименный ток, зная, который мы можем судить, какой это переменный ток, построить график тока, кривая синусоидального тока. Промежуток времени, на протяжении которого совершается полный цикл, измененный ток, называется периодом. Период означает буквой Т и измеряется в секундах, а промежуток времени, на протяжении которого совершается половина полного цикла изменения тока, называется полупериодом. Следовательно, период изменения тока или электродвижимости, или напряжения состоит из двух полупериодов. Совершенно очевидно, что все периоды одного и того же переменного тока равны между собой. Как видно из графика, в течение одного периода своего изменения ток достигает дважды максимального значения. Максимальное значение переменного тока, электродвижимости силы и напряжения, называется его амплитудой. Вот амплитудой, вот амплитудой или амплитудным значением тока.